Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 20 сентября 2020 года. Из Крыма с любовью с вами Наталья Фесик. Сегодня завершился первый цикл двух частей семинара, который проводил Аркадий Науч Петров в новом международном центре в городе Ялта, который мы назвали «Новая гиперборея». Четыре дня занятий первого цикла, четыре дня занятий второго цикла. Они пролетели незаметно. Сегодня люди, и вы это услышите, потому что запись велась, при расставании, при вручении им сертификатов об окончании этих курсов, выражали практически все только одно чувство. Они говорили о невероятной теплоте, сердечности, радости, которую они испытали, находясь здесь. Но это, разумеется, была эмоциональная реакция, которая была связана с той радостью получения знания, с той глубиной, с той невероятной работой, которую эта группа проводила. Когда вы будете слушать в записях выступления людей, вы поймете, что я нисколько не преувеличиваю. Это были действительно озарения, это были действительно погружения, проникновения в такие пласты, в такие глубины, и, главное, определялись такие задачи, которые может делать и называть только зрелая душа. Нет, не старая, а именно зрелая, понимающая, что она пришла созидать, притворять новое, воплощать мысли и планы отца. Конечно, очень жаль, что это время закончилось, но по-иному быть не могло. Должно быть время для осмысления, для действия. И следующая встреча с Аркадием Наумовичем Петровым состоится здесь в декабре месяце. Третье, четвертое, пятое, шестое число. Запомните декабря, простите, запомните это число. Дело в том, что в эти дни будет проведен новый цикл занятий, которому Аркадий Наумович дал название. Только вдумайтесь, модель разума и вселенной. Представляете, какая глубина. Ну, могу добавить, что я тоже проведу свои мастер-классы. В третий день занятий Аркадия Наумовича, как я это сделала на этом семинаре. И мы ждем всех, кто еще не был, кто раздумывает, кто планирует свое время. Такой атмосферы, вот за мои 11 лет работы в Центре, может быть, достигалось во время занятий два или три раза. Это единомышленники. Это люди, грубо говоря, одной группы крови, духовной крови. Люди, которые смотрят в одном направлении и понимают задачи. В прошлом году я была на базе в октябре. Прошла ступени, база, ступени. И на базе, на второй день, у меня открылось видение. Вот. Увидела, как лечить людей. Для меня это был шок для врача. Представьте себе, увидеть ступню и увидеть все косточки на ступне и все расщелины. И понять, что ты можешь без компьютера увидеть, помочь человеку. И мало того, что когда я пошла на первый, второй ступень, то моя душа мне сказала, когда по душе пошли, «Наконец-то!» Это вот прям вот так вот. Потому что она мне до этого, когда я дошла до древа жизни, она мне говорила, «Быстрей, быстрей, быстрей!» Вот. У меня есть нумерологию прошла. Магистр по нумерологии. Не мое. И читала, Верещагина. Тоже там эти технологии. Не мое. Потому что там они указывают, как зомбируют людей. Вы понимаете, прошла историю по Сидорову. Если кто читал его, он там тоже дает медитации. Но тоже не мое. Вот теперь я знаю. Когда душа не маяла, что она свое нашла. Я очень благодарен. Очень. Спасибо. Благодарю. Вакуум нейтрален к внешней реальности. Поэтому не наблюдаем. Все говорят, вакуум – это пустое, что-то пустота какая-то. Ну, так учат профессоры в институте. А мы тут вот в лесочке. Все по-другому. Вакуум нейтрален к внешней реальности. Поэтому не наблюдаем. Но в нем есть внутренние флуктационные процессы, приводящие к появлению виртуальных образов. Флуктация – это колебания. То есть колебательный процесс смыслов, приводящий к появлению виртуальных образов. Вот прочувствуйте. Это важный момент. Сначала виртуальные смыслы, потом виртуальные образы. Ну, трудно, конечно, за минутку вывозить такие все эмоции, впечатления, которые возникли в эти несколько дней. Поэтому, конечно, я понимаю, как, видимо, радостно выходить сюда, рассказывать о своих видениях, о том, что чувствуешь. В конце это очень сложно. Ну, вот Ирина сказала, что, когда она проходила разное обучение, назвала, что она чувствовала, что это не ее. У меня немножко по-другому было. Все, с чем я соприкасалась, мне казалось, что все абсолютно мое. Даже на нейрологии, в миопатии, субжок. Ну, все абсолютно, все, что связано с чувствованием, с пониманием вот такого непрямого знания, да, когда тебе нужно включить что-то другое. Все было мое. Но такого отклика, который возник здесь, такого не возникало. А так как я научилась чувствовать пространство, мне, видимо, через это стали давать знаки. Поэтому, когда я пришла в прошлом году, в прошлом древо жизни, через эти знаки я стала понимать, что это точно мое. Но некоторая такая неуверенность и недоверие, которая присутствует, когда ты не получаешь такого огромного результата, в виде вот собственного опыта, который вот здесь все делятся, оно все время не давало и глубинного удовлетворения. И, ну, скорее всего, то, что я сейчас скажу, оно будет интересно для тех, кто, может быть, только начинает, или не очень хорошо тоже чувствует, или не верит себе, или чуть не доверяет. Хотя здесь, может быть, нет начинающих совсем, не знаю. Ну, когда тебе говорят о том, что на базе открылось у кого-то вот это, а кто-то стал вот видеть, кто-то слышать, кто-то еще что-то. Ты понимаешь, что, особенно вот такая слогика сильная, что, ну, наверное, у кого-то это бывает. И пока ничего не случается, во всяком случае, в моей жизни, когда было все очень ровно, много любви, много всего, что составляет нашу реальную жизнь, ничего не происходило. Постоянно задался вопрос, а почему у меня ничего не происходит, а почему у всех что-то бывает, а почему у меня так тихо, спокойно, почему у меня так много такой вот радости, которая не приносит радости внутренне. Ну, и только вот, когда такое шарахнуло событие, которое перевернулось в мою жизнь, вот тогда и возникла, ну, что ли, цель, что ли, даже не знаю, как это сказать, но когда все твои силы направлены на то, чтобы получить ответ, неважно в какой области, неважно, что это. То есть это должна быть вот такая целеустремленность, когда ты просто этим живешь все время. И понимание, что сюда нужно, привело вот в эту группу. Чуть раньше произошла встреча с своими родными душами, близкими мне, очень людьми, Владленой Ириной, которые прям буквально, ну, эмоционально и по-всякому поддерживают меня. И, знаете, вот по помощи, которая, короче, вот здесь открылось видение, и это необыкновенно, в целом для меня. То есть это личные открытия такие происходят. Но понять, что это, ведь мало того увидеть, надо понять, что это, какие-то составят взаимосвязи, поэтому у вас выступающие все такие, ну, такие необыкновенные краски, такие рассказы, такие... И для этого нужно какое-то понимание, которого пока нет. И кроме огромной благодарности, безусловно, Аркадию Наваловичу за то, что вообще все это создалось, всем вам, безусловно. И я хотела бы сказать, что без помощи вот тех двух людей, о которых я упомянула, мне было бы просто дольше идти. Наверняка все произошло бы, но это было бы дольше. Поэтому всем вам, через кого я тоже получила здесь большой опыт, свои впечатления очень-очень важны для меня. Вот я вас всех благодарю. Ну что, идем дальше? Я хотел вам еще предложить один текст напрямую. Текст отца. Это он нас вот так учил. Собственно, его текст я потом записывал. И во многих книгах они так и есть напрямую. «Были мы с Отцом. И говорил Отец, сначала начал, все в мире было по-другому. И те, кто сорвали яблоко знаний, могли жить тысячу лет, но они не ценили работу. Но и сейчас те, кто живут сто лет у сына моего, по-прежнему не ценят работу, как и те, что жили тысячу лет назад. Ой, не назад, как и те, что жили тысячу лет. Никто не ценит свои сто лет и постоянно стремится туда, где уже хорошо. Надо не только стремиться к знаниям, но и к познанию их. А познание достигается проживанием. Не надо никуда уходить из этого мира испытаний. Надо просто развить себя так, что все события мира будут приносить не огорчение, а радость. Важный момент. Все стремятся куда-то улететь в космосе. А он говорит о другом. Надо здесь добиться такого состояния, чтобы вся ваша жизнь приносила вам радость. Вот вам здесь радостно? Хорошо? Вот понимаете? И вся должна жизнь стать такой радостной. А анахатный комплекс – это именно сердечно-осмысленный комплекс, который объединяет и наши мысли, наше ментальное тело, наше астральное тело, тело эмоций. Мне очень нравится фраза Елены Рерих, которая говорит, что все наши судьбы написаны на звездных скрижалях. Потому что вот смотрите на звездочки. Вы еще свою звездочку не нашли? Смотрите, здесь небо хорошее. Найдите свою. Она не обязательно самая яркая. Конечно, притянет Сирию с первым делом, потому что он самый крупный появляется. Вот, притянут, да. Найдите свою звездочку. Вот просто тогда, когда вы вдруг глядя-глядя и непонятно, почему замрете. Вот она, ваша звезда. Вот ваша вибрация. Вот это ваша макроклеточка. И вот с ней, как с сестричкой, как с родным человеком, общайтесь, доверяйте. Поверьте мне, вы будете получать ответ. На одну секунду мы все в целостности, собранные вот в эту точку, соединившую наши эмоции, наши мысли, нашу энергетику. Все, все. На одно мгновение мы соединились с Богом. Этот свет прошел, и он все поставил на свое место. Поэтому восхищайтесь и рады. Благодарю всех, Аркадия Геннадьевичка, имели, что в первую очередь за те знания, которые вы передаете нам. И очень теплая группа, сколько я была на Селедарах, но вот эта группа мне нравится. Все больше и больше. Столько теплоты, столько любви от каждого исходит. Благодарю всех. Понимаете, такое состояние сегодня сложно. То в одну сторону заваливаюсь, то в другую сторону заваливаюсь. Вообще вот за это время произошла какая-то сборка, вот сборка меня. Моя душа была какой-то игривой, то она что-то хотела вот так нашкодить. Да, да, да. Какие-то такие вещи сделать, да. Это мое постоянное состояние. Почему ты это делаешь на себя со стороны? Вы знаете, на следующий день ты просыпаешься и вообще себя не узнаешь. У тебя внутреннее состояние настолько поменялось, ты другой. И начинаешь просто себя познавать. Как пазл, слаживалось вот это вот. Я слаживалась как пазл. Я очень благодарна всем. Всем, кто здесь вот присутствует. Кто помогал, кто подсказывал. Болит? Давай полечим. Непонятно? Давай поможем. Вы понимаете, это настолько было важно. Настолько было важно, что мы жили вот именно вот этой вот большой семьей в одном здании. Пусть даже так. Важно было то, что Аркадий Малыч ел ту же самую кашу, что мы ели. Очень, очень, Аркадий Малыч. Важно было то, что где-то встречаешься вместе, как у меня обычно где-то в коридоре, на какой-то лестнике с кем-то, значит, раз. И ты понимаешь, что ты получил именно тот ответ, который твоей душе был нужен. Это тот пазл, который тебе не хватал вот в твоем становлении в этом. Поэтому я настолько вам благодарна. Я всех вас люблю. Все, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok